Всем привет! Надеюсь, у вас настроение хорошее. Ну, потому что наверняка большая часть из вас сидит дома, так же, как и я. Ну, тут как бы есть масса всяких разных нюансов. Что-нибудь прикольное покушать или куда-нибудь сбегать в другую комнату раз 10, отжаться от пола 15 раз. Я больше про еду, не про спорт, друзья. Поэтому сегодня будем мариновать корюшку. Этот рецепт маринада универсален для всей мелкой рыбы. Будь то корюшка, будь то хамса черноморская, будь то килька балтийская, будь то моего, кстати, неплохо получается. Ну, в общем, показываю. А, вернее, давайте вот с чего начнем. Значит, спонсор моего ролика Аквафор. У меня в руках кувшин, что само по себе как бы не странно, да? Но при всем при этом это новое слово фильтрации воды. Вот смотрите, выглядит как кувшин, но на самом деле это вот, знаете, называется Аквафор Джей Шмидт 500. Это целая система фильтрации воды. И некоторые, знаете, что говорят? Что можно вот такой кранчик не иметь, ибо вот эта штука справится. Здесь сменный картридж, не картридж, а система фильтрации, которая пропускает через себя 500 литров воды без вопросов. И вы можете, в принципе, отказаться даже от бутилированной воды. Да. Мне для маринада понадобится чистая вода. Смотрите, что я делаю. Я заливаю сюда воду, ну и как бы ничего не происходит. А вот тут вот есть такая головка, электронный блок, который заряжается через USB. Хватает зарядки на пару недель. И аккуратно, оп, я его вставляю. Потом на кнопочку, ну вот сюда вот нажимаю. Слышите? Вот теперь рьется водица. Электронный блок нагнетает давление. Вода через фильтр выходит, скажем, в корзиночку. Раз, вы можете взять его с собой и так далее. Но давайте вернемся все-таки к рецепту. Потому что с чистой водой мы уже определились. А вот с маринадом пока еще нет. Маринада для этого случая. Много готовить не надо. Тонну 2 литра, 10 литров нет. Пол литра воды будет достаточно для того, чтобы замариновать 800 граммов питерской ароматной корюшки. Ароматной почему говорю? Потому что кто был в Питере... Все, отфильтровалась вода. Кто был в Питере знает, когда начинается сезон корюшки, Ветер носит вот этот вот яркий запах огурца по улицам. И если вы будете четко следовать своему носу, То вы непременно придете в то место, где Прямо на улице из таких пластиковых коробок, Пластиковых ящиков продают корюшку, нагребая. Значит, вы увидите цены разные. Сейчас пока цена довольно высока. Но сезон корюшки уже начинается. Высока на везде, кроме Петербурга. Потому что в Петербурге цена более-менее. Итак, маринад. Значит, раз, два, три, четыре с половиной листочка лаврушки. Лаврушки должно быть много. Она нам не помешает. Теперь сюда добавляю черный перец горошком. Ну, в моем случае это, знаете, считать не буду сколько. Но щепотка, да, вы понимаете. Вообще, сезон корюшки начинается в Петербурге в конце апреля, в начале мая. Но весь май это прям вот сезон-сезон вылова. Значит, даже Петр Первый еще в свое время назвал эту рыбу царь-рыбой. Не знаю за что. Я не из Санкт-Петербурга. Я из Красноярска. Для меня царь-рыба это енисейский осетр и омуль. Но, когда я вижу корюшку на рынке, сразу слюна начинает выделяться. Нос говорит о том, что пора покупать. Так, в маринад добавляем чайную ложку. Вот такой вот, может быть, может получится с горкой. Чайную ложку горчичных семян. И, кстати, это не секретный какой-то ингредиент. Это самое, что ни на есть горчица. Я горчицу привожу из Индии. Она бывает там трех фракций. Совсем мелкая, средняя и крупная. Вот такие вот. Она бывает черная, бывает белая. Сухую горчицу я уже не раз использовал. Вы знаете прекрасно без меня, что это совершенно нормально для меня. Тем более, если вы купите целый пакет, я вас уверяю, что использовать вы ее будете не один день. Ну, полгода минимум, а то и год точно. Так, дальше. Вот сюда мы наливаем 500 миллилитров чистейшей кристальной водицы. Наливаем, 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 наливаем. Вот так. И ставим на огонь. Теперь две столовые ложки соли. Ну, граммов 40 примерно. Столовая ложка сахара. И, конечно же, уксус. Но я его добавлю чуть позже. Почему? Потому что, если мы добавим сейчас, во время закипания, весь уксус у нас испарится, останется кислота. Не будет никакой ароматики. И вообще, мы должны обязательно добавить его в самом конце. Пока за это время, пока закипает, для чего мы кипятим? Вот некоторые скажут, стерилизация там туда-сюда. Все это ерунда. Почему? Потому что я буду использовать еще. И в многих маринадах есть такие вещи, как свежие, которые мы не варим. Мы используем для маринада их свежие. И вот эта вся стерилизация, она, все это глупость по отношению к свежим овощам. И каким-то доп. ингредиентам. С помощью температуры мы объединяем вкусы, раскрываем лавровый лист, раскрываем зерно горчицы, черный перец. Мы должны сделать ароматным вот этот сам, скажем, маринад, настой, как хотите, назовите его. Когда я потрошил корюшку, она у меня лежит здесь без головы, без внутренностей. Всю икру, которую я обнаружил, я ее сохранил в баночку. Ну, в моем случае, в чашечку. Я ее тоже отправлю туда. И кусочки жира, если вдруг у вас внутри там, вы видите, куски жира, прям вот такие вот, рыбьего, полезного жира, никогда не выкидывайте. Можно с ними пожарить корюшку, если вы ее хотите сделать жареную. А можно замариновать точно так же вместе с основной рыбой. И ничего страшного, если вдруг этот маленький кусочек будет чуть солонее, чем там сама рыба. У самой рыбы плотность другая. Но жир много соли не возьмет из рассола. Поэтому будет кайфушка, будет доп. ингредиенты. Знаете, так вот, когда кусочек черного хлеба и вот свежий огурчик тоненько-тоненько так вот раз-раз разложили. Потом корюшку достали из баночки, уже охлажденную. Или ножом филе, или просто кусочки рядом с этими бутербродиками черными. И вот так откусываете огурец. Почему огурец к корюшке очень хорошо подходит? Потому что она сама изначально пахнет огурцом. И когда огурец ешь и корюшку маринованную. Боже! А мне ведь еще ждать до завтра. Потому что мариноваться-то ночью она будет. Маринаду даем закипеть и все. Не варим его. Значит, корюшку. Совершенно чудесную, удивительную. Корюшку перекладываем на доску. Она у меня немножко полежала на салфетке. Я ее мыл, ну, чтобы салфетка впитала все самое лишнее. Да, хамсу там и вот эту всякую мелочевку можно не потрошить. Салить и так. Маринуйте, вернее. Значит, для маринада обязательно чеснок. И учтите, так как мы используем свежий чеснок и лук, не рассчитывайте, что она у вас зиму там простоит. Это все для сезонного вылова рыбы. Появилась рыба под засолку. Маринуем. В течение недели съедаем. Если много намариновали. Если мало, в течение дня съедаем. Все, маринад закипел, пора выключать. Теперь, на всякий случай, надо, во-первых, проверить. Обязательно. Соли достаточно. Теперь добавляем сюда уксус. Раз. Два. Три. Четыре столовые ложки. Перемешиваем. И оставляем остывать. Мы не будем корюшку заливать горячим рассолом. Иначе она сварится. Такая техника тоже есть. Есть техника маринования такова, что ты обжариваешь корюшку. Складываешь в банку. Потом делаешь маринад с обжаренными овощами. Все это обжаренными овощами закладываешь. Потом маринадом заливаешь. И она там просачивается. Потому что уже жареная корюшка имеет поры внутри. Филе и мясо. Это все проникает. И потом достаешь оттуда. Это вообще разовая такая история. Долго на зиму так не делают. Потому что рыба сезонная. И очень короткий промежуток, когда вы можете купить. Значит, пока остывает маринад, вот в маринад мы должны добавить чеснок. Он пока горячий. Варить чеснок не надо, но добавить его надо. Именно в горячий маринад. Потому что, как я сказал в самом начале, маринад-то должен напитаться ароматами. Если это будет холодная вода, ну какие там ароматы? Не, ну можно. Ну, конечно же, соль отъесть, холодный посол и так далее. Эх, отправляем чеснок. Красиво выглядит чеснок в маринаде. Теперь вот, что делаем. Берем пластиковый бокс. В идеале, конечно, хорошо взять какую-то баночку красивую. Знаете, чтобы там все это на просвет. Выставить суперсвет за банкой. Найти самый лучший фотоаппарат. Поставить его так. Или купить в фотобазе. Но это делают люди, которым делать нечего. Взяли пластиковый бокс. Поставили его аккуратно. И на дно пластикового бокса выкладываем кольцами лук. Ну, прежде чем его выложить, надо вначале нарезать. Куда? Вот сюда вот надо. Просто в пластиковый бокс. Смотрите, там в зависимости от количества рыбы. Ну, много не надо. Небольшую головочку. Вот, ну, примерно на 800 килограмм. Да и на 2 килограмма тоже головки будет достаточно. Тут главное с луком не переборщить. Конечно, на Камчатке тоже любят. Рыбку засолили, потом с луком ее перемешали. С черным перцем, лавровым листом маслом залили. По-камчатски, да. Значит, корюшку я рекомендую резать уже кусочками порционными, которые вы потом будете есть. Как я делал скумбрию. По 2-3 сантиметра аккуратно режем. Хвостики тоже оставляйте. Ни в коем случае не выбрасывайте. Теперь корюшку всю перекладываем вот сюда. Ну, в общем, вы меня поняли. Нарезаем, складываем рассольчик. Желательно пораньше сделать, чтобы он успел остыть, пока вы это все разбираете. Можно сделать так. Вначале сделать рассол, потом почистить корюшку. Потом, значит, почистить лук, потом почистить чеснок. И за это время у вас уже рассол остынет. Куда-нибудь с краюшку высыпайте икру и жир рыбе вот сюда. Придавливайте рыбкой, чтобы не всплывал, когда будем рассолом заливать. И еще один очень-очень-очень важный ингредиент, который есть у всех. Это никакое не перо. Хотя на перо каким-то, ну, каким-то таким краем похоже. Это укроп. Друзья мои, укроп. Как мы без укропа будем помогать корюшке иметь свежий, яркий аромат? Стебли. Только стебли нарезаем и не стесняемся. Вот есть у вас много стеблей, стебельков. Режьте их все. Вы же их все равно выбросите. А так польза будет. Значит, ну, сколько тут? Пару столовых ложек, наверное. Их насыпаем сверху на корюшку. Насыпаем вот сюда. И я считаю, конечно, что это самый необходимый ингредиент для такой свежей, ароматной, вкусной рыбы. Значит, и как только маринад подготовился, то бишь остыл, выливаем в корюшку. Значит, следим, чтобы все зернышки, которые есть вот здесь, попали туда. Лаврушка, чеснок, все здесь должно быть. Значит, если вдруг вы торопитесь, ну, вот кто-то вам привез корюшку перед сном, вы такие, на ночь надо замариновать. Василий же говорил. Значит, как можно остудить? У вас есть маринад вот здесь. Берете какой-нибудь тазик. Белый, синий, красный, любой, какой цвет у вас появится. У меня эмалированный. Я сюда наливаю проточной холодной воды. И ставлю маринад в холодную ледяную воду. И если вы еще, значит, проконтролируете процесс, то можно сдвинуть сотейник, ковшик к краю, а с этого края пустить тонкую холодную струю воды из-под крана. И у вас будет такая водяная баня, только охлаждающая. И маринад довольно быстро, в течение, там, 15 минут он остынет. Теперь наступает самое сложное время. Самое-пресамое сложное время, это время ожидания. Я закрываю боксик и отправляю это чудо в холодильник на 8 часов. Когда запотевший боксик достается из холодильника, и мы смотрим, что же у нас получилось. У нас получилось вот такое шикарное филе. Ну, это, конечно, не филе, это кусочки. Но именно так я сдерживал себя, спал и думал, сейчас проснусь ночью, попробую корюшку. А сейчас еще раз пробую. Конечно, я вчера попробовал на предыдущей стадии, потому что надо было понять, как просаливание происходит. Значит, кусочки очень легко чистить. Шкурка тоненькая, чулочком снимается. Целиком тоже можно, но будет немножко дольше. Если рыбка маленькая, килька или хамса, даже мойва, достаточно будет короткой ночи, часов 6-5. Но на самом деле рецепт универсальный, и здесь нету как бы вот этого яркого пересаливания. Если вы... И все, у меня слова сразу закончились, потому что я попробовал уже корюшку сегодня. Я еще как человек, который любит сырую рыбу, ну, я имею в виду соленую, не жареную, не вареную, да, в сыром виде приготовленную, маринованную, вяленую, любую. Это для меня божественный вкус. Нежная, упругая мякоть корюшки. Прошло 8 часов корюшки, да, я ее попробовал и прикинул, что если я буду так вот дальше ее держать в этом рассоле, она пересолится. Потому что рассол 8-часовой. Что нужно сделать? Нужно взять, слить рассол полностью. Сливаем рассол, но оставляем все части. Чеснок, укроп, лук внизу. Все оставляем. Потом берем баночку, перекладываем аккуратно, перемежаем всеми кусочками лука и всего прочего, и заливаем маслом. Но, если у вас нет баночки или вам просто лень, то берете масло и заливаете прямо здесь. Масло является консервантом. И вот пока корюшка еще является слабосоленой. Ну как, она полностью просоленная, но по соли прям самое-самое-самое то. Масло смягчает вкус. Я имею ввиду, если вдруг... Ммм... 8 часов проходит. Я ее пробую. Почему вчера пробовал? Понял, что у меня уже достаточно соли, больше не надо. Я взял половину рассола, слил, а половину добавил фильтрованной воды. Фильтрованной воды чистой добавил сюда и оставил на ночь. То есть я сократил количество соли в два раза. В таком виде она тоже может лежать. И в масле она может лежать в баночке. Но, скорее всего, вы ее съедите за первые полчаса пробования. А может быть минут за 20 даже съедите. Потому что, ну, это вау. Это вау. Кильку хамсу пробуйте в процессе. Кильку же не потрошат. Поэтому соль внутрь не так активно проходит. Корюшка-то у нас разрезанная, потрошенная. Поэтому этот универсальный рецепт, он и для всех мелких рыб, в том числе и корюшки. Хотя корюшка крупная, я ее нарезал для того, чтобы она стала мельче. Ну, как бы суть понятна, физика. Дальше. Обязательно вы должны попробовать этот рецепт. Потому что он невероятно простой. И написать мне комментарий. Типа, я держала 8 часов, я держала 12 часов там недосол, пересол. Вообще селедку на производство, когда солят. И она полностью просаливается там в течение 7 дней. И полностью готова. Ее заливают 3% раствором соль. Ну, то бишь на литр воды 30 граммов соли. И в этом она уже приезжает к вам в магазин. То есть, они как бы опресняют. На производстве... Здесь тоже самое можно. Слить воду можно. Взять и сделать рассол. И залить им снова. Корюшка напиталась укропом. Напиталась чесноком. Чеснока не жалейте. Вкус чеснока, он такой... Он проникает в сырую рыбу. Он делает ее какой-то вообще невероятно шикарной. Да. И не скучайте дома. Пока.